Библейский портал экзегет.ру представляет Имена — это название родов, которым они принадлежат, отношения между этими родами. И, кстати, 36-ю главу совершенно точно не мог написать Моисей. А почему? Там перечислены события и имена людей, которые жили после Моисея. Вот рассказ про род Исава, он же Идом. У нас был Иаков, но надо проститься с Исавом, с его родным братом. Исав взял в себя в жены двух хананей. На каду дочь Илонахета и Оголевама, дочь Анны и дочери Цивиона Хивея, а также Басамат, дочь Измаила и сестру Невайота. Ну, вот эти самые девушки, от которых не было жизни его родителям, да, Исааку Ревеке. От Адыул Исава родился Ильфаз, от Басамат Ревел, от Уголевамы и Еушьяламы Корах. Это сыновья Исава, родившиеся в Ханаане. Вот пока они еще жили в этой самой обетованной земле, а потом, ну, куда-нибудь подальше. Исав собрал своих жен, сыновей, дочерей всех своих людей, стада, весь свой скот, все добро, которое он приобрел в Ханаане, и ушел в другую страну, прочь от своего брата Иакова. У них было так много добра, что жить вместе им стало тесно. Земли, на которой они поселились, уже не хватало на двоих с их стадами. Исав поселился у горы Сеир. Исав — это Идом. Ну, Идом — это окрестный соседний народ, и, соответственно, вот здесь про разделение Исава и Иакова. Причем мы читали, что в другом месте Иаков сам уходит от Исавы, отправляет его вперед и говорит, я тебя догоню, но не догоняет. А здесь другой немножко мотив, но надо им было разделиться, потому что просто их стало много. Вот рассказ про род Исавы, про родителей Идомитян, жившего в Сирских горах. Сыновья Исавы — Илефаз, сын Исавы от Ады, Ириуэл, сын Исавы от Басымат. Сыновья Илефаза — Тиману, Марсифу, Гатама, Кеназ. Темная наложница Илефаза родила ему Амалека, это потомки Исавы от Ады. Сыновья Ириуэлла — Нахадзерах, Шамай и Мизай, это потомки Исавы от Басымат. От Агалиевамы — дочери Аны, дочери Цивону, Исавы родились Июш, Ялам и Корах. Нам неинтересно, это вот Идомитяне с их родовой структурой. Вот кланы потомков Исавы. Потомки Илефазы, Исавы первенцы, клан Тимана, клан Амара, клан Цифу, клан Кеназа, клан Кораха, клан Гатама и клан Амалека. Это кланы Илефазы и потомки Ады, они живут в Идомской земле. Потомки Ириуэлла — Исавы клана, клан Нахата, клан Зераха, клан Шамай и клан Мизы. Это кланы Ириуэлловы, потомки Исавы от Басымата, они живут в Идомской земле. Потомки Исава от Агалевамы, кланы Иуши, клан Ялама и клан Короха. Это кланы Агалевамы, Исавы, жены дочери Анны. Таковы потомки Исавы, он же Идом, и их кланы. Сыновья Сиры Хоррей, жившие в этой стране, но это другой род, который тоже там обитал. Лотан Шувал Цивион, она девшоны Эцер Дишан. Это кланы Хореев, потомков Сиры, жившие в стране Идомской. Сыновья Лотана, Хорей и Хэмам, сестру Лотана звали Темна. Сыновья Шувала, Алван, Монахат, Гевал, Шефу и Анам. Сыновья Цивиона, Аяя и Анна, тот самый Анна, который нашел в пустыне источник, когда пас ослов своего отца Цивиона. Ну, все, конечно, знали тогда, теперь никто не знает. Дети Анны, Дишон и Агалевамы, дочь Анны. Сыновья Дишона, Агалевамы, дочь Анны. Собственно, это вот жена его, да, Исава. Сыновья Дишона, Химдан, Ишбан, Итран, Икеран. Сыновья Эцера, Белхан, Зааван и Акан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Уц, судя по всему, по этому имени названа целая страна, где жил Иов. Таковы кланы Хореев. Клан Лотана, клан Шувала, клан Сивиона, клан Анны, клан Дишона, клан Эцера и клан Дишана. Это перечень хорейских кланов, живших в земле Сеир, то есть не потомков Авраама. Вот цари, которые правили в Эдоме еще до того, как появились цари у израильтян. Ну, ясно, что это не Моисей писал, да, здесь уже прям израильское царство сказано. Сперва правил в Эдоме Белла, сын Беора, его столица звалась Динхава. Когда Белла умер, его сменил Иовав, сын Зероха из Боцры. После смерти Иовава воцарился Хушам из страны потомков Тимана. После смерти Хушама воцарился Хадад, сын Бедада, тот самый, который разбил мадинетян на Моавских равнинах. Его столица звалась Авид. После смерти Хадада воцарился Самла из Масрыки. После смерти Самлы воцарился Саул из Риховото Приречного. После смерти Саула, ну, естественно, не тот, который в Израиле, воцарился Баал-Ханан, сын Ахбора. После смерти Баал-Ханана, сына Ахбора, воцарился Хадар. Его столица звалась Пау, а его женой была Мехатевель, дочь Матрет, дочерью Мезахава. Вот и Сауы кланы, их семейство, селение имена. Клан Семны, клан Алвы, кланы Етета, кланы Голивамы, кланы Лы, клан Пинона, клан Кенназа, клан Теманы, клан Мефцара, клан Магниела и кланы Рама. Таковы кланы Идома и их селение в стране, которой они владеют по родителям Идомитян, Исаав. А зачем это здесь? Ну, смотрите, Исаав — это брат-близнец Иакова. Это Иакова, израильский народ. Это Исаава и домский народ, Идомитяне. Ну, соответственно, надо как-то их поместить рядышком со всем. Дальше все будет про Израиль. Там и домитяне будут появляться, ну, как соперники, иногда как партнеры, но больше как соперники и, в общем-то, враги. Но надо не забывать, что они родственники. Надо не забывать, что вот происхождение у них общее, а они оба от Исаака. Поэтому давайте вот мы кратко здесь перечислим, говорит нам повествователь, все, что касается и домитян, включая их будущих царей. И сосредоточимся на истории Иакова. Иаков и его народ, Израиль — это то, о чем говорится, начиная со следующей 37 главы, и ничего хорошего в 37 главе не происходит.